Вчера в Ростове произошла трагедия. Из-за сильного ветра, трибуны на местном стадионе опрокинулись на людей. Стадион, к слову, стоил 24 миллиона рублей и был торжественно открыт всего четыре дня назад. В результате происшествия, погибла 45-летняя мама одного из футболистов, она пришла поболеть за сына. Очевидцы говорят, что трибуны были сделаны халтурно, почти не закреплены и перевернулись, когда зрители решили скрыться под ними от дождя. Глава регионального Минспорта Аракелян, в свою очередь заявил, что трибуны переносные и закреплены быть и не должны. Случившееся он назвал несчастным случаем и сказал, что никто не ждал сильного ветра. Хотя накануне ростовское МЧС объявило штормовое предупреждение. По последним данным, в общей сложности пострадал 26 человек, большинство из них несовершеннолетние 17 детей, доставили в 20-ю городскую больницу, всего на трибунах было около 30 человек. Стадион, где произошло ЧП, находится на территории школы Олимпийского резерва. В момент обрушения там шел футбольный матч, в рамках детских соревнований по футболу играли команды Ростов и Батайск. Подруга погибшей при обрушении рассказала о погибшей. Я знаю ее около двух лет. У нее двое сыновей. Младший любит играть в футбол. Матчи как раз были на том самом стадионе, вспоминает подруга погибшей. Лариса часто рассказывала про спорт, очень трепетно относилась к детям, и не только к своим. Сотни ростовчанок знали Ларису, как опытного инструктора по йоге и профессионального парикмахера. Женщина полностью отдавала себя любимым увлечениям. Многие не пропускали ни одного ее занятия. Она всегда помогала советам и направляла своих учениц. Соседка погибшей вспоминает, что 30 мая Лариса отправилась на игру к своему младшему сыну. Министр физической культуры и спорта Ростовской области, Самвел Аракелян, назвал ЧП несчастным случаем и заявил, что обрушившиеся трибуны соответствовали ГОСТу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, выполнение работы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.